Добрый день! С вами Зеленый Май и его ведущая Людмила Пуагута. Сегодня у нас с вами разговор пойдет про дела огородные, а именно о том, как подготовить плодовые кустарники к зиме. Малина растение двухлетнего созревания, то есть у нас она плодоносит на ветках этого года. Соответственно, мы для того, чтобы получить хороший урожай, должны убрать веточки, на которых в этом году она отплодоносила. Они уже стали старые, накопили болезни, нам их нужно обязательно убрать и оставить ветки, которые она нарастила за этот сезон. Вот вы видите, что мы сейчас имеем. У нас есть вот такой куст малины, в котором есть веточки, на которых она плодоносила в этом году и наросли новые сильные побеги, которые будут плодоносить в следующем году. Всю поросль, вы видите, я убирала в течение всего сезона. Сейчас первое, что я сделаю, это я удалю побеги этого года просто под корень вот этот побег, на котором у нас была малина. И также убираем слабые побеги, которые плохо вызрели. Вот сейчас я убрала все старые побеги, но этих побегов мне все равно много на следующий год. Малина будет загущена. Соответственно, ягоды будут не такие крупные и не будут не такие сладкие, потому что нам нужно побольше солнышка, чтобы поступало для малины. Вот здесь мы видим, ну, наверное, побегов 15. Столько мне точно не надо. И я сейчас самые слабые побеги этого года тоже уберу. Оставлю пять-шесть побегов от села. Ну, и затем я вот эти побеги от этого куста связываю любой веревочкой между собой. Ну, вы видите, что мы убрали все листья с этих веточек малины. Листья мы убрали, потому что растения накапливают на листьях болезни, различные грибковые заболевания и вредители могут храниться. Поэтому мы их, конечно, убирали, обшмыгали. И также мы пропололи все, убрали всю лишнюю траву. Что мы сейчас еще должны сделать обязательно? Мы должны добавить удобрения. Я использую комплексные минеральные удобрения. Ну, вот, например, это финское удобрение, яромила. Добавляем. И также я добавляю в качестве удобрения золу. И мы ее заделываем в почву. Осенью, после того, как мы добавили удобрения и золу, нужно обязательно полить. Но я этого делать не буду, потому что у нас каждый день идут дожди. И дождик ночью это сделает за меня. Но если у вас сухая осень выдается, а такую осень я за свои годы помню, там, ну, считанные разы, тогда, конечно, лучше полить. И последнее, что мы должны сделать, мы должны пригнуть малину. Но у нас все-таки зона рискованного земледелия. У нас холодно. Соответственно, мы ее... Давай я мрад подержу. Мы ее вот так пригибаем, чтобы она у нас меньше обмерзали макушки. Потому что на макушках, как известно, самые ростовые точки. Нам их хочется сохранить. Но все, что подмерзнет, мы весной подрежем. Это только будет лучше для растений, оно будет больше ветвиться. И вот в таком виде мы оставим малины зимовать. Ну, вот что мы видели в начале. Вот такие кусты малины. И вот мы видим теперь вот такую красивую сооружение, арку из малины, которая будет у нас зимовать и на следующий год даст нам новый обильный урожай малины. Ну, обрезку смородины еще, вот мы тоже хотели вам сегодня показать, но вот рановато, она еще даже не шмыгается. Поэтому я боюсь повредить ветки смородины. И, видимо, мы чуть попозже снимем это видео. Но сейчас необходимо внести комплексное минеральное удобрение. Вот я снова беру это же удобрение финское яромила, потому что оно комплексное. Всегда смотрите на состав. Здесь, значит, содержание азота должно быть минимально по осени и максимальное содержание фосфора и калия. Ну, соответственно, точно так же нехитрым движением мы бросаем. И вот обратите внимание, мы бросаем не под самый стволик, потому что иногда я вижу, просто как будто посолили под стволиком, потому что корневая система у нас, она идет вот по кроне растения. Соответственно, вот видите, как я сыплю по кругу это удобрение. Ну, также я могу для раскисления добавить золы снова. Несколько у нее функций. Она и удобряет, она раскисляет, и она борется с некоторыми вредителями. Ну, затем, конечно же, опять же, мы не оставляем это все дело так, немножечко рыхлим. Я люблю пользоваться плоскорезом Фукина. В общем-то, удобно, легко, просто. И вы видите, что у меня под растениями нет никакой травы. Опять же, приходишь на участок, видишь, ой, у меня там смородина плохо плодоносит, но она практически газон под самый ствол. Конечно же, ей нечем дышать и не хватает питания. Газон забирает все питание. Ну, и последний штрих – это мы эмульчируем. Эмульчируем мы или корой, или срезанной травой, или вот как я сейчас покажу вам, что я эмульчирую перепревшим конским навозом, который вместе с опилками. Ну, вот немного. Ну, потому что у меня земля хорошая, мне даже этого не требуется. Ну, вот, собственно, и все. Эту процедуру вы должны сейчас проделать со всеми плодоносящими кустарниками на вашем участке. Это крыжовник, это голубика, это облепиха, возможно, черноплодная рябина. Для того, чтобы, еще раз повторюсь, чтобы подготовить корневую систему и заложить успех будущего урожая на следующий год. Осень – один из наиболее благоприятных периодов для того, чтобы посадить плодовые кустарники. Если вы хотите приобрести плодовые кустарники, то более подробную информацию вы можете посмотреть на нашем сайте здесь. Спасибо за внимание, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До свидания, всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...